Древнегреческая сказка Не болезни, не зла. Тогда никто никого не обижал, и люди не старели. Они не знали, что такое зависть и жадность, поэтому никогда не ссорились, не дрались и не начинали войн. Мужья и жены никогда не ругались, как Пандоры и Эпиметии, которые были неразлучны, словно небо и звезды. Целыми днями они танцевали, пировали, играли и веселились, или дремали на теплом солнышке, поскольку всегда была весна. Кто-нибудь злой мог бы сказать, что Пандора была просто-напросто избалованной, но тогда не было никого, кто мог бы так подумать о ней. Эпиметий каждый день преподносил супруге то платье, то украшения, то статую для ее любимого сада. Как-то он принес домой что-то большое и квадратное, завернутое в полотно. Старинный, забыленный, кованный ларец, перетянутый золотой тесьмой. «А что это весело?» – спросила Пандора, беззаботно кружаясь вокруг ящика. «Это новый подарок для меня?» «Нет, дорогая», – отрицательно покачал головой ее муж. «Этот ларец дал мне гермес на сохранение, и я пообещал, что никогда не узнаю в содержимом ящика. И ты, дорогая, пожалуйста, никогда не открывай его, иначе нам придется об этом сильно пожалеть». «Ну, пожалуйста, ну дай взглянуть хоть одним глазочком. Ну, так же интересно узнать, ну что там?» «Нет, Пандора, мы должны уважать волю Бога». На следующий день, когда Эпиметий отлучился по делам, женщина поспешила к ларцу. В полной нерешительности она водила пальчиком по пыльным замкам ящика по тесьме. «Ну что же там?» – наверное, Эпиметий пошутил насчет воли Бога. «Но в конце концов это все-таки окажется моим подарком». Кроме того, обещание давал супруг, а не я. «Ну что случится, если я только взгляну?» Ее пальчики уже начали развязывать узел из тесьмы. Однако невероятным усилием воли женщина заставила себя остановиться. Пандора попыталась отвлечься и заняться домашними делами. Но к вечеру желание узнать содержимое ларца стало невыносимым. Она развязала тесьму и открыла замки. В тот же миг из ларца донеслось какое-то странное шуршание, словно бабочка билась крылышками о лампу. «Ох, тут какая-то живность! Педняжку заперли в этом дурацком ларце!» И Пандора откинула крышку. Внутри ящика оказался пыльный кувшин, запечатанный воском. А странные звуки доносились из сосуда, причем они становились все громче и громче. «Если я соскребу воск, Эпимити догадается, что я заглядывала сюда!» Пандора закрыла ларец и попыталась больше не обращать на него внимания. Но ей так хотелось узнать, ну что же там в сосуде? Она начала нервно ходить по комнате, то и дело бросая любопытные взгляды на ящик. И через миг, как в волшебном осне, стоя у открытого ларца, она уже стирала пыль из таинственного кувшина. «Пандора! Пандора! Пожалуйста, выпусти нас на волю!» Послышался из сосуда хор нежных голосов. В нерешительности женщина, нервно покусывая губы, «Нет, я не смею, не смею! Меня муж просил!» «Да что он понимает, твой супруг! Умоляем, выпусти нас!» «Белый свет истосковался по нам! Нас так не хватает в этом несовершенном мире!» Уж слишком велико было искушение. Не могла Пандора перед ним устоять и содрала воск с корлышка кувшина. Под натиском огромного и омерзительного черного шершня пробка вылетела из сосуда. Сжало насекомого капал яд, и его зловещее стрекотание напоминало смерть. Затем из кувшина вылетел пучеклазый жук с назойливым жужжанием. Страх! Вслед за ним на пол вывалился зловонный жук в гнойных пузырях. Уползая, он оставил надпись из липкой слюны. Болезнь! В следующем появился комарище цвета инея. Он выпорхнул в окно и полетел в сад. На что бы комар не уселся, там появлялись либо колючки, либо сорняки, темные пятна гнили, отвратительные гусеницы. Бескливое завывание комара напоминало голод. Тщетно пыталась Пандора закупорить кувшин. К женщине подлетел какой-то жук и больно ужалил ее в руку. Нахально заявил, меня старость и моих друзей теперь не остановить. Мы – это то зло, которое твой мир никогда не знал. Мы – твой самый дорогой дар богов, которых раздражало твое безграничное счастье. Пробка от кувшина стала вдруг для Пандоры такой тяжелой, что она не смогла ее поднять. С неописуемым ужасом женщина посмотрела, как кожа на ее руке становится дряблой. И покрывается старческими пятнами. В бронзовом зеркале на стене отразилось прекрасное лицо, которое испещряли морщины и быстросидеющие волосы. Неожиданно леденящий вихрь вырвался из кувшина. Это была зима. Она окатила Пандору мокрым снегом, и та чуть не замерзла насмерть от холода. Из последних сил женщине удалось заткнуть кувшин пробкой и захлопнуть крышку ларца. Но все-таки тревога, злость и ревность успели выскользнуть на волю. Жали и кусани вылетели из дверей и врезались прямо в голову Эпиметия, который как раз возвращался домой. Он набросился с упреками на жену. Ты мерзкая, упрямая, глупая эгоистка. Я же умолял тебя не открывать, ларец. Почему ты не смогла сделать так, как я тебя просил? Пандора, к которой никогда в жизни так не относились, впервые почувствовала, как ее глаза наполнялись слезами. Наверное, и несчастье тоже успело выбраться из злосчастного кувшина. А с улицы доносились крики и вопли горожан, которые отчаянно дрались без особых на то причин. В один миг прекрасный мир превратился в омерзительное и ужасное место, где жили злые и алчные люди. Вдруг женщина услышала, как кто-то тоненьким голоском зовет ее из ларца. Пандора, Пандора, не оставляй меня тут одну-одинешеньку. Я нужна миру. Без меня в нем никогда не будет гармонии. Нет уж, на этот раз ты меня не проведешь, схлипывая, крикнула женщина и налегла всем телом на крышку ящика. Но я могу помочь тебе. Только выпусти меня. Ну же, смелее. Голос был таким несчастным, как у самой Пандоры. В конце концов женщина уступила уговорам и, попросив Эпиметия отойти подальше, открыла ларец и вновь откупорила кувшин. Оттуда вылетело нечто, напоминающее крошечную моль. Эта насекомая даже немножко рассмешила Пандору. Хлипкое создание усило женщине на нос, и ее сердце наполнилось чем-то приятным и теплым. Да что ж ты за несчастье-то такое, поинтересовалась Пандора. Меня зовут Надежда. Пропищала малюсенькое крылатое создание и улетела сражаться со злом. Хрупкая Надежда подарила свои сомнительные обещания весне, замерзшему и заброшенному саду. Как ни странно, забавному созданию поверили, и на многих людских лицах высохли горькие слезы отчаяния и разочарования. Кстати, крошечная Надежда зацепила своим маленьким крылышком щеку Эпиметия. Пандора, обливаясь горькими слезами, припала к ногам супруга. Простит ли мир мне когда-нибудь то, что я натворила? Воцарилась звенящая тишина. Слабая улыбка пробежала по лицу Эпиметия. Я очень на это надеюсь. И ведь есть у нас у всех хоть маленькая, но Надежда. КОНЕЦ